Дело Евроше против братьев Навальных признано законным. Сегодня Мосгорсуд отказал в апелляционной жалобе оппозиционеру. Решение Басманова осталось без изменений. Конечно, мы ожидали такого исхода. Мы понимаем отлично, как устроена вся эта судебная система. И Басманный суд давно уже превратился в просто такое подразделение Следственного комитета, которое штампует эти решения. А Мосгорсуд традиционно никогда не отменяет просто решение Басманного суда. Но, тем не менее, мы свои доводы все доложили. Мне кажется, наша позиция юридически была гораздо более сильная. Как и раньше, оппозиционер Навальный настаивает, что уголовное дело, где он и его брат обвиняются в хищении более 55 миллионов рублей у компании Евроше Восток, сфабриковано. Он напомнил, что этот процесс начался в декабре прошлого года. Как раз тогда же планировалась акция протеста за честные выборы. По мнению политика, заказной характер судебного преследования братьев подтверждают исчезнувшие из дела 99 листов. В материалах есть данные этой проверки о том, что технические ошибки были в материалах дела допущены, неправильная нумерация, некоторые листы дважды пронумерованы, какие-то были впоследствии доложены листы дела. То есть, вот там несколько листов вот этих объяснений, соответственно, со стороны Басманного суда. Но журналисты, собравшиеся под холодным солнцем у здания Мосгорсуда, ждали не столько результата суда, которые оказались вполне предсказуемыми, сколько комментариев по поводу беспорядков в московском Берлево. Что-либо говорить на эту тему оппозиционер категорически отказался. По вчерашним событиям совершенно точно ничего не буду комментировать. Высказываться Навальный решил в своем блоге, опубликовав пост практически сразу после суда. Вот я сейчас пишу этот пост, сидя на очередном суде, где мы обжалуем возбуждение липового уголовного дела против братьев Навальных. Следственная группа, 12 человек, из них несколько следователей по особо важным делам. К следственной группе прикреплена бригада оперативников ФСБ, проводящих обыски, выемки, прослушки и так далее по всей стране. Если бы четверть этих ресурсов была бы задействована для поиска убийцы 25-летнего Егора Щербакова, убитого в Берлево, то никаких бы беспорядков не было. А уже спустя несколько часов Навальный инициировал онлайн-голосование за визовый режим со странами Центральной Азии и Закавказьем.